Лихо, мы же всего этого боимся, мы этого скрываем, стесняемся. Соответственно, берем какую-то подружку. Можно мужа, если вы доверяете настолько, в общем, любого близкого человека, маму и так далее. Встаем на стул, представляем, что мы памятник. Но памятник не... не чему-то прекрасному, а памятник всем нашим недостаткам. Мы вот прекрасный памятник всему, что в нас есть, что нам кажется плохого. Мы вспоминаем все, что нам когда-либо говорили чужие люди о нас. Плохое, как они нас называли, дура там, корова там, уродина. Все вспоминаем, с детского сада. И начинаем громко на всю квартиру, прямо сидящим близким людям, одному или нескольким, рассказывать, из чего состоит памятник. Я дура говорить громко, я уродина говорить громко, я жирная, ну и так далее. У меня сисек нет, вот так вот, на всю комнату. Абсолютно все, все, что вы думаете, есть ваш недостаток. Чем больше вы из себя достанете скрытых, от тех, которых вы не любите говорить, тем круче будет процесс работы над собой. Прямо все, все до мельчайшей подобности. Если вы слышали от мужчин какие-нибудь там, нелицеприятные вещи о себе, все вываливаем, все рассказываем, громко вам весь голос, и в конце говорим, да, я такая, и я люблю себя за это. Вот это очень важно, потому что любить себя нужно за все, что в тебе есть. Мамочки, у которых есть дети, поймут, когда рожаешь ребенка, ты его любишь. Ну, не все умеют любить, но те, кто умеют, они понимают, что в ребенке ты любишь все. Там, на паухе уши, там, если он там ест много булочек, а от бабушек приехал, жирненький пузик, там, я не знаю, прыщи у него или что-то. Многие умудряются любить детей, но не многие, а не умудряются, а любят многие детей, которые родились с ужасными уродствами и любят искренне, потому что это их дети. Так вот, представьте себе, что вы, вы самое важное, что у вас есть, важнее, чем ваш ребенок. Вы ваш единственный, самый большой друг и спутник. Ваше тело, ваша психология, ваш ум, это все с вами на всю жизнь. И все остальные уйдут, дети вырастут, уйдут, женятся, выйдут замуж. Мужья тоже могут не дожить, да, или могут уйти просто раньше времени, либо быть другим, либо вы уйдете, все может случиться. С вами всегда останетесь только вы до самого последнего дня. Именно поэтому себя нужно любить больше, чем своего ребенка. Вот именно со всеми недостатками. В ребенке мы не видим, мы не презираем, мы не ненавидим, мы не раздражаем все его недостатки. Мы думаем, ой, милый пухлячок, плюшечка моя, там дырачок какой у меня, ха-ха, хрень нарисовал, как я его люблю за это. Вот так вот нужно относиться к себе.